Доброго времени суток, дорогие друзья! Посмотрим на последние тенденции на валютном рынке. Сейчас мы видим, что евро снова начало падать. Фунт еще более усилился после сообщений от Мэй. И, в общем-то, ситуация сейчас не очень благоприятная для европейских валют. Но давайте более детально посмотрим на последние события сегодняшнего дня. А также подведем итоги ближайшего месяца, который у нас был. Это апрель. И посмотрим на тенденции мая. Итак, первое, что мы видим. Евро снова было зажато. Сегодня практически целый день. И только на американской сессии мы видим некоторое улучшение диапазона. Мы попробовали вниз, но тоже не очень успешно. Поэтому, если взять за последние три дня, то очень не сильно изменилось состояние евро. И посмотрим уже с фундаментальной точки зрения, что там происходит. Мы видим, что действительно количество рейтинга новостного фона немножко уменьшилось. Он в отрицательной зоне. Минус 6 баллов по нашей шкале. И мы видим, что только одна новость, которая немножко помогает сейчас Германии и всему Евросоюзу. Это то, что немецкий объем промышленности неожиданно вырос за последний месяц. И это говорит о том, что евро все-таки поддерживается. И вероятность поднятия процентной ставки, о которой мы слышим уже долго, может воплотиться в жизнь, если такая тенденция будет продолжаться. Но это всего лишь один позитивный фактор. Мы видим раз, два, три, четыре, пять негативных факторов, которые давят на цену евро. И давайте разберемся, какие из них более серьезные. Первый, наиболее серьезный, это, конечно, китайские дела, китайская экономика. Мы видим сегодняшние данные, которые показывают, что торговля действительно замедляется. И в Китае это связано именно с глобальным таким замедлением. А это позитивно для доллара. И поэтому доллар вот не падает, а наоборот начинает плюсовать. Вот несмотря на вот такой достаточно агрессивный апрель, как мы видели, тоже волатильность достаточно была большая. Сейчас май более затухший. Но, в общем-то, видим, что мы пытаемся, пытаемся все время идти вниз. По Брекситу. Что изменилось по Брекситу? Мэй, конечно, сейчас борется, но она не может выиграть выборы. И вот проблема из-за Брексита, это одна из главных тем сейчас на Британском полуострове. И мы видим, что, в общем-то, ситуация не улучшается. И поэтому фунт падает. Также евро под давлением. Что касается европейской экономики, то мы видим вчера, несмотря на сегодняшние хорошие данные, вчера был понижен прогноз развития Германии. И это, конечно, играет риск, играет, в общем, риски большое значение. И несмотря на то, что сегодня вот такие необычные хорошие данные вышли, в общем, ситуация в Евросоюзе не очень хорошая. Что касается политики ИЦБ, Центробанк Европы агрессивно сейчас предпринимает меры, чтобы как-то посмотреть, когда выйти на нормализацию денежно-кредитной политики. Но это не получается, и поэтому евро от этого тоже проигрывает. И все эти вещи давят на евро вниз. И, в общем-то, если подвести итог, то мы видим, вот все моменты, они все-таки негативны. Поэтому на длинный срок мы остаемся в коротких позициях по евро. Ну, а если говорить на текущий момент, то мы в краткосрочности также смотрим на продажу евро. Больше, чем на покупку. Как говорили уже, что всякие покупка очень быстро может закончиться. Поэтому старайтесь, даже если вы покупаете, как можно быстрее закрывать позиции. Вот на текущий час это все. Хорошего дня. Удачных инвестиций. Всего наилограда.